С помощью докера, о котором мы говорили в предыдущем видео, мы теперь можем творить чудеса. И первое чудо — focalboard. Может это, конечно, и не совсем чудо, но это Task Manager на основе досы Kanban, который легким движением руки превращается в ваш focalboard на вашем сервере. А значит, никаких абонентских плат per user, что называется. Выглядит как всякий open-source, он не совсем презентабельно, но по функционалу мало чем отличается от Trello или Jira. Хотя, на мой взгляд, сильно уступает Asana. Но, может, я не прав. И кто-то скажет нет, Asana и в подметке ему не годится. Устанавливаем. Еще раз, подробнее по докер я расскажу, если сделаю по нему короткий курс. А сейчас просто делай как я, что называется. Ну, точнее так не делай, и mafis нет такой команды. Сначала надо выяснить, не установлен ли у вас уже focalboard. Ну, вдруг. И команда Images показывает все образы, установленные на сервере. У нас тут только один, и это не focalboard. Окей, устанавливаем. Для этого мы заходим на hub.docker.com, где добрые люди выложили образы своих программ с открытым исходным кодом. Это такой гитхаб, только про докер. На гитхабе, кстати, focalboard тоже есть. Нам нужен focalboard от Mattermost. Вот этот. И, собственно, чтобы забрать его, нам нужна команда pull и адрес репозитория. Добрые люди за нас уже все написали, а значит нужно скопировать строку и вставить терминал. Enter. Установили образ. По такому принципу устанавливаются все приложения с докер хаб. Но установить приложение мало, надо его запустить. И эту строку уже придется поискать. Вероятно потому, что run — это стандартный синтаксис докер и предполагается, что за ним пользователи не пойдут на сайт. Но вообще установка приложения на свой сервер — это всегда было прерогативой сисадминов. А они-то знают, как запустить контейнер в докер. Но мы можем и скопировать. Смиренно, что называется, без заносчивости. Единственное, можно добавить тут еще атрибут минус D. Ну это так, чтобы показать, что мы тоже не лакомшиты. Enter. Все. Давайте проверим, работает ли контейнер. Да. Команда docker ps. Но это не обязательно, поскольку проверить, работает ли контейнер можно потому, работает ли собственно focal board. То есть вот IP-адрес сервера, пока без домена, но его можно привязать. И вот он focal board. Класс. Регистрируем пользователя. Кстати, таким вот простым способом никто в focal board больше не попадет. Так что не потеряйте этот пароль. Но об этом позже. И просите имя пользователя указывать без фантазии. Это имя будет фигурировать впоследствии во всех рабочих процессах. Ну и собственно все. Мы установили, зарегистрировались. Давайте добавим доску для примера и пробежимся по интерфейсу. Тут ваши доски. Их может быть много. Добавляете вы их вот таким вот образом. Давайте еще один шаблон. Вот одна. А вот вторая. Значит, у нас есть доска и есть вьюсы. Представления. Наверное поэтому focal board сравнивают не только стрела, но и с Notion. А иногда и с AirTable. Конечно, это опрометчивое сравнение. Но сам факт наличия настраиваемых представлений автоматически переводит его на более высокий уровень. Про представления мы поговорим в следующем видео. Все-таки эта тема обширная. Ну и вообще о том, как работает focal board. А сегодня все-таки разберем интерфейс. Тут у нас настройки. Минимальные настройки. Можно сказать, что их тут нет. Но темная тема есть. Опять же, следуя лучшим традициям open source. Тут у нас доски и можно создать новую категорию. По сути это папки, по которым можно сортировать доски. То есть вот берем доску и перекладываем ее. Странный кстати. Перевод перейти. Отправить. В личную. Вот тут одна. Тут вторая. И таким образом можно сортировать доски. Ну и главное. Раздача прав. Как тут вообще работать? Есть кнопка поделиться. Но делиться не с кем. Я пока один на сервере. И вот тут нетривиальный ход. Если вы отправите кому-то адрес focal board, все будет как у вас. Но при попытке зарегистрироваться человек получит вот такое сообщение. И с чем это связано? К какому администратору надо обратиться? На самом деле для регистрации новых пользователей существует специальная ссылка, которая находится вот здесь. Тут же есть еще ряд настроек. И вот она. Копируем. Отправляем. Человек регистрируется и попадает в рабочее пространство. Досок у него нет. Каждую доску нужно расшаривать отдельно. Либо вот так выбрав уровень прав. Либо скопировав вот эту ссылку и отправив любым удобным способом. Каждый сотрудник вашей команды, зарегистрированный в focal board, при переходе по этой ссылке попадет в эту доску. Она у него появится в доступных в левой колонке. Но только при условии, что здесь стоит редактор. Ну то есть логика такая. Все в команде, кто перейдет по ссылке, станут редакторами. До этого стояло никто. То есть все в команде, кто перейдет по ссылке, станет никем. Вот такие сложности перевода. Если оставить это в стороне, в остальном приложение хорошее, в чем вы сможете убедиться в следующем видео. Так что подписывайтесь на канал и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов, теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...